Прежде всего мне хочется извиниться перед нашими телезрителями за то, что я вынужден сейчас говорить о Михаиле Аркадьевичу Светлой Угриме Циолковского. У нас сейчас перерыв между рабочими съемками в Калуге, где исполняли роль Циолковского в фильме, который ставит Савва Кулиш. Но между прочим, Михаил Аркадьевич писал о Циолковском. Вспоминая его строки, пусть звезда не одна раскололась, но понятный и вечно живой, скрипотцой Циолковского голос не умолк на волне звуковой. Михаил Аркадьевич был моим учителем и не только моим. Он, во-первых, был моим учителем, и прежде того, как я его увидел, ну просто невозможно себе представить в русской поэзии ни одного молодого поэта, который бы не входил в поэзию, уже со звучащей внутри Гренадой, Каховкой и многими другими стихами. И выпало мне такое счастье, что я с ним познакомился, что когда-то было для меня непредставимо. Вы знаете, я не учился официально на семинаре у Михаила Аркадьевича, но всегда сбегались к нему все студенты с других семинаров. Учителя бывают разные. Некоторые учителя принадлежат к так называемым вещателям истин. Это люди высокопарные, с хорошо поставленными голосами, бросающие не просто здесь в аудитории, а как бы вечность, свои афоризмы, значения искусства. Михаил Аркадьевич это никогда не делал. Он был с нами предельно прост, никогда не разыгрывал из себя великое. И даже своим жизненным поведением он тоже учил нас. Он как бы показывал нам невольно, конечно, каким должен быть поэт. Он знал себе цену. У него была скромность и простота не та, которая хуже воровства. Это была скромность знающего себе цену человека. О Светлове ходят легенды, что он был таким мягкотелым, добродушным. Это не совсем верно. Он был мягким по отношению к тем, кого он любил, но если он видел какого-нибудь мерзавца, халтурщика, его глаза наливались самым страшным видом презрения, ненавистью, которая не тратится на слова, а только выражается в обвубивающем человека взгляде. Вот мы сейчас говорили о звездах, о Циолковскому, о котором сейчас так много думают, об отце нашей космонавтике. Светлов вырос духовно во время гражданской войны, принадлежал к поколению делавшему революцию. И могло казаться, что тогда люди не поднимали голов вверх, не смотрели на звезды. А нет. Поэзия это всегда исторический документ. И вот откроем одно, откроем книгу Светлова. Там есть одно из удивительных его ранних стихотворений. Поворачивали дуло в синем холоде штыков. И луна на нас взглянула из-за дымных облаков. Наши кони шли понура, слабо чуя повода. Я сказал ему, Меркурий называется звезда. Перед боем больно тускло, свет свой синий звезды льют. И спросил он, а по-русски, как Меркурия зовут? Он сурово ждал ответа и ушла за облака. Иностранная планета, испугавшись мужика. Тихо, тихо, редко, редко, донесется скрип телег. Мы с утра ушли в разведку. В степи травы наш ночлег. Тихо, тихо, мелко, мелко, полночь брызнула свинцом. Мы попали в переделку, мы отсюда не уйдем. Я сказал ему, чуть слышно, нам не выдержать огня. Поворачивай, кадышла, поворачивай, коня. Как мы шли в ночную сырость, как бежали мы сквозь тьму. Мы не скажем командиру, не расскажем никому. Он взглянул из-под попахи и ответил. Наплевать, мы не зайцы, чтобы в страхе от охотника бежать. Как я встану перед миром, как он взглянет на меня. Как скажу я командиру, что бежал из-под огня. Лучше я ночной порою, погибая на седле, Буду счастлив под землею, чем несчастен на земле. Полночь пулями стучала, смерть полуночи брела. Пуля в лоб ему попала. Пуля в грудь мою вошла. Ночь звенела с временами. Волочились полода. А Меркурий плыл над нами. Иностранная звезда. Светлов шел к большим обобщениям всегда от конкретности. Он шел от человека одного, от двух людей к миллионам. Это были его собственные слова. Я вспоминаю, когда я первый раз увидел Михаила Аркадьевича. Это было в 44-м году в нетопленном зале МГУ, когда выступали приехавшие прямо с фронта поэты. В своей офицерской или солдатской форме. Тогда Светлов прочел поразившее меня стихотворение. Надо как бы заново вернуться душевно в то состояние, которое было у всех у нас тогда. Ведь после зверств, оккупантов, что, казалось бы, могло возникать в нас, кроме ненависти? И все-таки в настоящем большом человеке чувство интернационализма никогда не теряется. Никогда не смешиваются преступные правительства, ввергающие свои народы в бойню с самими народами, с конкретными людьми. Тогда Светлов прочитал свое тончайшее, нежнейшее, грустное, и в то же время гневное, публицистическое стихотворение «Итальянец». Мне хочется его прочесть. Это стихотворение было для меня, для мальчика, уроком интернационализма, услышанным в годы Великой Отечественной. Черный крест на груди итальянца, Ни резьбы, ни узора, ни глянца, Ни богатым семейством хранимый, И единственным сыном носимый. Молодой уроженец Неаполя, Что оставил в России ты Наполя? Почему ты не мог быть счастливым Над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, Так мечтал о вулкане далеком, Как я грезил на Волжском приволе Хоть разок прокатиться в гондоле. Но ведь я не пришел с пистолетом Отнимать итальянское лето, Но ведь пули мои не свистели Над священной землей Рафаэля. Здесь я выстрелил, Здесь, где родился, Где собой и друзьями гордился, Где былины о наших народах Никогда не звучат в переводах. Разве среднего дона излучено Иностранным ученым изучено? Нашу землю, Россию, Россею, Разве ты распахал и засеял? Нет, тебя привезли в эшелоне Для захвата далеких колоний, Чтобы крест из ларца из фамильного Растал до размера могильного. Я не дам свою родину вывести За предел чужеземных морей, Я стреляю, и нет справедливости, Справедливости, справедливее пули моей. Никогда ты здесь не жил и не был, Но разбросано в снежных степях Итальянское синее небо, Застекленное мертвых глазах. Как найти мне нетерпение меры? Как мне на прекрасное взглянуть? Пусть, как добрые милиционеры, Звезды мне указывают путь. Знаю, станет явью все, что снится. Я иду сквозь всех путей узлы, Пусть меня сопровождают птицы, Голуби летят, летят орлы. Для того живем со дня рождения, Чтоб навеки отменить в сердцах Это страшное вооружение, Ложь и подозрительность, и страх. И сливается в едином гимне Все, что близко, что живет вдали. До чего, товарищи, близки мне Оба полушария земли. Мы преодолеем все просторы, Недоступного на свете нет. Предо мной бессильны светофоры. Я всегда иду на красный свет.